Представим себе среднестатистического парня. Когда он собирается одеться, первым делом начинает выбирать одежду. А уже затем он выбирает обувь. Но это не про вас, вы любите красивые туфли и хотите создать свой образ вокруг них. Сегодня видео, друзья, обувь первым делом. Будем создавать гардероб вокруг обуви. Для начала возьмем холкоты. Как вы уже знаете, это современная классика. Во многих случаях могут быть надеты в тех же ситуациях, что и классические у Оксфорды. Заметили, я не выбрал черные и даже не темно-бордовые. Я выбрал средний коричневый тон. И как же надеть такие туфли? Пожалуй, лучше всего это классический синий костюм. Он позволяет этим туфлям сиять. В этих туфлях их цвет не будет привлекать к себе слишком много внимания. Тут нет сильного контраста между туфлями и костюмом. И это нормально. Но вы гляньте на эти холкоты, они очень утонченные. Они не бросаются в глаза, но они так сделаны, что когда люди обратят внимание на вашу обувь, то заметят, что эти туфли отличаются по стилю. И этот цвет, он не так уж и прост. Так, а могли бы мы выбрать более пестрый цвет? Конечно же да. Мы могли бы выбрать кроваво-красный. Но лично я больше люблю коричнево-синюю комбинацию. А как же насчет этих же холкотов и более кэжуал стиля? Может, повседневный серый костюм? Видите, тут есть черные, и это разбавляет коричневый. Так что получается вполне приемлемая комбинация. Конечно, если вы достаточно уверены в том, чтобы попробовать такую комбинацию. Да, эти коричневые хорошо смотрятся, но вы только посмотрите на эти красные с серым костюмом. Туфли просто приковывают к себе. В этом случае, если вы готовы к такой комбинации, то вперед. Вот кроваво-красные туфли, они отлично сочетаются с черным, со всеми оттенками серого. Они добавляют краски ко всему образу. А что, если взять холкоты и надеть их с чем-то попроще? Светло-коричневые брюки, темно-зеленый пиджак и голубая рубашка. В целом, очень хорошая комбинация. Они что-то типа растворяются и в целом очень хорошо выглядят. А что насчет красных холкотов? И на мой вкус, они слишком выделяются для этого наряда. Думаю, что уверенный парень мог бы такое надеть. Но по мне, так я предпочитаю что-то более изящное. Эта комбинация слишком яркая. Давайте взглянем на комбинацию холкотов с джинсами. Коричневые вполне могут быть использованы в такой ситуации, но я считаю, что холкоты лучше использовать в более нарядных ситуациях. На мой взгляд, они слишком формальны, чтобы их надевать с джинсами. А если вы не согласны или согласны, то пишите в комментариях. Далее у нас идут двойные монки цвета бургунди. Итак, монки уже в ходу сотни лет. Но где-то в последние несколько декад двойные монки стали набирать популярность в мужском гардеробе. И я думаю, тому есть своя причина. Это отличные туфли. Если они правильного размера, то они очень удобные. Это маленькие пряжки, они привлекают внимание к ногам. Но в то же время это не слишком броско. Что мне в них нравится, так это многосторонность. Давайте протестируем. Первым делом попробуем надеть монки с темно-синим костюмом. Классический темно-синий костюм. Такой есть, пожалуй, у каждого в гардеробе. И в то же самое время вы выделяетесь при помощи вот таких вот двойных монков. Туфли привлекают к себе внимание и выделяют вас на общем фоне. Теперь перейдем к кэжуал-костюму. Что мы видим? Опять, двойные монки на своем месте. Вообще, если подумать, то двойные монки слишком кэжуал, чтобы надевать их с темно-синим костюмом. Если вы следуете правилам. Но они очень уместны вот с таким вот кэжуал-костюмом. Снимаем галстук, выбираем что-то более светлое. Например, как этот серый костюм. Отличная комбинация. Или вот это идеальная комбинация. Зацените, у нас коричневые брюки и зеленый пиджак. Голубая рубашка. Лично, на мой взгляд, эта комбинация просто великолепна. Этот бургундий так хорошо сочетается с зелеными и великолепно смотрится с коричневым. Ладно, я чувствую, будто метаюсь на месте. Зацените вот эту комбинацию двойные монки с джинсами. Это просто восхитительно. Вот почему я люблю монки. Они очень разнообразны. Их можно надеть с чем-то нарядным или с чем-то попроще. Они всегда к месту. А если вы путешествуете, то их легко надеть или снять. Так что это отличный аппарат уфель, друзья. Рекомендую добавить себе такие в гардероб. Какая же обувь может дать форумонкам за эти же деньги? Как насчет ботинок? Я говорю о Челси. Они стали популярны благодаря Битлз, но они известны и гораздо раньше. У меня в руках классические Челси с очень изящным дизайном. Что мне в них нравится? Ничего лишнего и очень функциональны. Заметили? Высокий подъем и при этом легко надеть и снять. Если вы будете путешествовать при плохой погоде, то Челси это то, что надо. Ну, посмотрим, как эти Челси выглядят с темно-синим костюмом. Что мне нравится, посмотрите на этот чистый вид. Никаких пряжек, глазам не к чему придраться. Просто изящная пара обуви. Да, их можно надеть с костюмом, и они будут хорошо смотреться. Давайте скажем, что вы хотите что-то изменить, добавить текстуры. Может быть, тогда пара замшевых Челси в комбинации с тем же синим костюмом? Ммм, ну, на мой взгляд, слишком сильный контраст. Это уже кэжуал комбинация. Давайте взглянем на другой тип костюма. Кэжуал серый костюм. Зацените эту комбинацию. Мне кажется, что это уже получше. У нас нет такого резкого контраста. Ну, а что, если нам хочется что-то более изящное с этим костюмом? Что-то такое, чтобы надеть это вечером, и чтобы это выглядело нарядно. Как вам такая комбинация? Она отлично подойдет для выхода в город, будь то в Нью-Йорке или в центре Чикаго. Вам хочется хорошо себя чувствовать и выглядеть, так что присмотритесь к этой комбинации. Давайте теперь сделаем один шаг вниз по лестнице и попробуем более кэжуал стиль. Наденем наши коричневые флонелевые штаны вместе с зеленым пиджаком и голубой рубашкой. Вообще, выглядит хорошо, особенно с этими замшевыми Челси. Отличная комбинация. Вы только посмотрите на сочетание цветов. Очень красиво. Допустим, что эта комбинация слишком простая для вас. Вы хотите что-то более нарядное. Это легко можно сделать, просто изменив материал вашей обуви. Только посмотрите, как они берут этот кэжуал наряд. Простой бизнес кэжуал. И придают ему изящности. А как же они будут смотреться с джинсами? Смотрим на наши комбинации. Ну, на мой взгляд, это выглядит чертовски хорошо. Заметьте, как тут практически исчезает контраст. Но мой любимый вариант, только посмотрите на эту комбинацию с замшей. Бум, эта светлая замша просто нереально круто сочетается с этими индиго джинсами. Замша и текстура, это сногсшибательно. А как же кроссовки? Признаюсь, мне еще надо много чему научиться, когда дело касается кроссовок, но вот вам несколько комбинаций. Кроссовки с темно-синим костюмом... Не, мне кажется, это не работает. Кроссовки с повседневным костюмом... Возможно, если вы рок-звезда. Но я думаю, что я бы не смог такое надеть. Кроссовки и наши коричневые фланельки с зеленым пиджаком... Эммм... Возможно. Думаю, я мог бы такое себе позволить. Кроссовки и джинсы... Да, это самая удобная для меня комбинация. Я бы такое надел. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. В этот момент вы, наверное, задумались. Это отличная информация, но какие туфли более формальные? Эти туфли или эти туфли? И как мне вообще разобраться во всем этом? Друзья, я позаботился о вас и подготовил вот это видео. В нем я все разбираю по полочкам. Ссылка в описании.